У меня там по здоровью доктора, который на чекпоинтах мы делаем по здоровью, но при моей профессии нужно не запустить, а потом восстановить, а нужно держать уровень, не снижая ниже определенной физической отметки. Вы бы видели этого доктора, вы бы поняли, почему я не пропускаю визитов. В нем календаре стоит, там каждые две недели, мотивация высокая, и доктора не дядя Нахаченко, а тетя очень даже хоримкая, но у меня мотивация, понимаете, она каждый визит меряет в талию мою, и понимаете, что когда у меня талия на 6 сантиметров будет больше, чем в прошлый раз, я же вот в тяге не только когда к ней пихожу, и за несколько дней уже стараюсь, чтобы она скажет, о, да вы же спустились в эти столы. Либо в ее глазах у нее в коуче. Видите, коуча нужно выбирать не обязательно какой-то мега супер, подходит, не подходит, либо похож на меня, либо, ну не знаю что, это какая-то такая тонкая, тонкая вещь, поэтому вы можете встречаться не обязательно с мега таким коучем, которому не попасть, он может окажется вам по темпераменту, но совершенно раздражать вам. Нужен человек подходящий. Коучинг, тренеры, вы имеете право попробовать. Вы можете с человеком встретиться один-два раза, и договориться что-то, ну как бы, пробная встреча. То, что человек пришел два раза, вас не обязывает брать в руку. Ну, не подошел, не подошел, вы по-честному сказали, человек взблотнул, умылся слезами, пошел, там, напился и все, но это его проблема. Вот, ваше мнение, мы за обедом дискутировали со столом на тем, что коучинг должен быть дорогой, как психотерапевт, чтобы ударял по карману. Есть такая тема, и даже мне приходилось пользоваться услугами коуча, с которыми пришел странный диалог, сколько стоит услуга, а сколько ты можешь себе позволить. Я говорю, ну, сколько ты можешь себе позволить, столько-то, а если это будет стоить столько-то, ты сможешь еще себе позволить? Ну, смогу, но с напрягом, ну, с напрягом. Ну, вот давай на этом и зафиксируемся, да? Потому что, ведь если ты будешь легко, ты будешь относиться только в кино, скорее, в развлечение. А если с напрягом, то у тебя будет мотивация обидеть эти деньги, и в этом есть свой результат. У нас, в свое время у меня была агентка, которая занималась политическим консалтингом у меня с партнерами, и там определяли стоимость услуг, вот, что будет, сколько будет стоить, допустим, человека привести на выборы мэра. Столько-то. И человек узнает эту сумму, блин, напряжно. Ну, то есть, такую сумму мне надо долго зарабатывать. Мы говорим, а теперь давайте посмотрим, как это вам вернется. Ну, как, если я выиграю, оно понятно, как вернется. А если не проиграете? И когда мы клиенту объясняли, что даже когда он проиграет, он может капитализировать полученный рейтинг, полученное знакомство, полученное там то-то-что. Он может капитализировать это в эквиваленте, оно будет больше, ему гораздо легче расстаться. Поэтому, когда вы идете к коучу, сколько вы не заплатили, вы должны понимать, что это отбивается. Это отбивается, ну, деньгами, временем, энергией и так далее. Оно окупается. В любом случае оно вернется. Поэтому, не жматите, пять тысяч рублей может показаться суммой, да, серьезной, но когда переведешь это на время и энергию, которую вы имеете в виду. Например, что самое ценное? Коуч отсеивает лишнее. У нас огромное количество мыслей, идей, решений, которые наш мозг в состоянии прокачать, поэтому, деньгами, открыть много окон в компьютере, ни одно нормально работать не будет. Коуч позволяет вам найти утечку, где у вас лишнее, чем ты грузишься. Этого не нужно, этого не нужно, от этого избавься, этого мы делать не будем. И у вас, получается, вся энергия, она концентрируется в каком-то узком коридоре. Главный, главный итог нескольких сессий с коучем – это прирост энергии. А не получается такая ситуация, что, ну, меня ведут за руку, да, мне показывают, рассказывают, и я просто потом превращаюсь из отдельного индивидуума просто в манипулируемый, да? Вопрос, я бы сказал, вопрос самый часто задаваемый о коучинге. Дело в том, что коучинг не подразумевает советов, рекомендаций, наставлений и так далее. Он только задаёт вопросы, только вопросы, ни одного утверждения. С самого начала до конца вы даёте ответы, он просто задаёт те вопросы, которые вы не додумались себе задать, или не додумались себе задать в такой последовательности. Он, допустим, говорит, вот в чём твоя цель, я говорю, я предположу, вы говорите, заработаю миллион долларов. Он говорит, а… он не справляется, зачем? Потому что это вопрос, на который можно сойти с ума, да? Потому что, ну, я хочу, и всё. И диалог закончился. Он говорит, а что ты будешь чувствовать, когда я заработаю? Я буду чувствовать то-то-то. А когда ты… ты помнишь ситуации в жизни, когда ты чувствовал что-то подобное, да? Что это были за ситуации? Давай я писать. А может быть, имеет смысл не миллион долларов, а вот эти ситуации? Он говорит, нет, почему? Ну, потому что то-то-то. Ты уверен? Да. Почему ты так уверен? Ну, потому что вот-вот-вот. Ты считаешь, это сильный аргумент? Да. Почему? И такой, как бы, я не посвящён в идиотский диалог, но потом у вас проясняются сами… Современный человек, он не может жить, если он не может объяснить свою мотивацию, парадокс. Вот хочу я. Зачем? Рациональный современный человек должен разложить это, он должен самому себе обосновать свои желания. И тогда он начинает работать наконец-то. Вместо того, чтобы мечтать, ждать, он начинает действовать. Поразительно ли я? Почему? Воучинг – это поразительный инструмент. Ну, если коучи особенно грамотные, конечно. Почему? То есть по времени нет опасности, да? Будет потом просто увлечённым и зависит от своего коуча. Он… коуч никуда вас не ведёт. Он не знает правильного ответа. У него нет… у него нет точки, которые он хочет вас привести. Он просто… он просто… знаете, как статическая сессия, когда несколько человек обсуждает какую-то проблему, есть модератор, который поддерживает этот диалог, да? Поддерживает, чтобы он не угас. Коуч – модератор вашего внутреннего диалога. Ну, просто он стухает иногда, да? Или идёт не в то русло. Он позвонит ему и поддерживает. У меня был такой случай в жизни. Я работал с бизнесом-психологом. Вы знаете, Олеся Пережна. Так, да. Вот. И в определённой… она тоже, она достаточно грамотная. Она подводит к решениям. Она не говорит, что надо делать, да? Но в определённый момент работы, я ей сказал, стоп, он дальше не работает. Почему? Я боюсь стать зависимым, да? Так, что мне нужно будет нянька, которая меня нянчит, да? Которая мне бывает. Дальше я сам. Дальше я хочу думать сам, принимать решения сам, вырабатывать решения сам. Это нормально. Это нормально. Каждый психолог мотивирован на то, чтобы клиент был вечный. И он может неосознанно сделать клиента зависимым от себя. Неосознанно. Просто потому, что он втянулся в процесс. И когда клиент обрубает, это нормально, психолог должен вызывать его уважение. Я тоже самостоятельно принимаю решение. У меня тоже было такое ощущение, что в какой-то момент я понял, что за меня делается выбор. Потому что меня начинают мягко подводить к выбору. Пусть мы ему, пусть действительно лучшему для меня. Но подводить. А я свобода считаю главной ценной. Свобода независимости. Я могу пользоваться откудами, но я не могу потерять независимость в службе. Все нормально. Это хороший, правильный шаг. Спасибо вам.